Очередной обзор колонки. И на этот раз сбылась моя давняя мечта. JBL Charge 3. Купил по скидке, поэтому очень сильно рад этому обстоятельству. Итак, буду про неё рассказывать плюсы и минусы. И поговорю об одной вещи, которую много видел, обсуждают в разных, значит, YouTube-обзорах. Ну, пойду, значит, по внешнему виду. Здесь у нас хорошее такое тканевое покрытие. Тут микрофон, который, кстати, очень хорошо работает. Сверху, вот так вот покажу, кнопки. Подробнее о них поговорю. Тут у нас мембрана басовая. Сабвуфер, значит, идёт такой мини. Открываем крышечку. Сразу скажу, колонка водонепроницаемая. USB, microUSB и AUX. И здесь тоже у нас такая мембранка басовая. И тут площадочка, вот такая полупрорезиненная, чтобы можно было ставить и колонка. В принципе, она, особенно на высокой громкости, она сильно не скользит, не прыгает, что очень, на самом деле, хорошо. По кнопкам управления, если держать, значит, лицом к себе, то у нас сначала идёт Bluetooth, потом поиск устройств, потом минус, потом, значит, у нас кнопка включения, потом идёт, значит, у нас тут включает дополнительный режим для коннекта двух и более колонок, или же эквалайзер переключает во время воспроизведения. Далее у нас прибавление громкости и пауза и перемотка вперёд. И, как я и обещал, буду говорить это почти в каждом джибелевском видео, перемотки назад здесь нету, то есть я пытался её найти и не получилось. Вот. И теперь, значит, по характеристикам. Мощность 30 Вт, работает до 15 часов, где-то написано до 20 часов. Ну, мне хватает на полторы недели при среднем уровне громкости. Теперь, значит, пожалуй, поставлю, воспроизведу трек и буду говорить уже далее какие-нибудь подробности. Как вы сами слышите, звук довольно сбалансированный, неплохие басы. Ну, хоть я их и называю китайскими басами, но это в целом неплохо. Значит, они, если перевернуть, вот показываю, частотники идут у нас с передней стороны. Ну, один примерно здесь, другой здесь. То есть и стерео даже чувствуется. Вот в комнате сидишь, слушаешь, и понятно там. Особенно битлов, когда включаешь у них записи такие очень классные. Там басы с одной стороны играют, голоса с другой. Это здорово. Значит, вот эквалайзер можно немножко менять. Сейчас запоет. Это более с высокими частотами. Вот поменял. Они чуть-чуть приглушаются, но это на самом деле не сильно заметно. Самое главное, много в YouTube, значит, слышал. Если вы нажмете кнопки Bluetooth и минус, то у вас включится режим, где будет много басов. Во-первых, этот режим у вас всегда включен по умолчанию, когда вы колонку включаете. Даже если вы ее только вот с магазина взяли. Об этом я еще скажу пару слов. Но, допустим, сейчас у нас пойдет другой трек, и я покажу плюс и минус, когда нажимаете, у вас басов становится меньше. Но держать надо при этом долго. Вот мы зажимаем, или не плюс и минус, простите, Bluetooth и минус. Оговорился. Неудобно держать надо секунд, наверное, 15, ну поменьше. То есть увеличились средние частоты, басов стало меньше. Это удобно, допустим, когда, ну, может быть, в комнате кто-то не любит слишком много басов, устали, но потихонечку музыка играет. Если зажмем еще раз, сейчас звук вернется в обратный режим. Ничего страшного нету, поскольку раз производителям эти два режима предусмотрены, вы можете им пользоваться. Конечно, когда вы на всю будете очень часто слушать, естественно, постепенно динамики изнашиваются, это нормально. Вот, поэтому можете пользоваться. По Bluetooth, в принципе, когда берете с магазина, еще вот какой совет, обновляйте сразу прошивку до последней, потому что с прошивкой, которая идет в магазине, звук более глуховатый. Обновляется через приложение JBL Connect, вы его можете в Play Market скачать, оно на русском языке, то есть все хорошо там читается. И самая классная функция, которую, к сожалению, не могу я вам показать, у меня нет второй, такой же, например, колонки, их можно объединять в такую стереосистему, то есть по одной колонке будет идти левый канал, по второй такой же аналогичный, допустим, правый. И так вот будет мини-музыкальный центр такой. Это очень классный звук, но, к сожалению, не могу продемонстрировать. Не топил, поэтому все-таки не могу сказать, как она играет под водой, но надеюсь, когда-нибудь получится вам это показать. А так, очень классная колонка, тяжеленькая, жаль, что нельзя ее куда-то подвесить, но она, в принципе, и устойчивая, поэтому в целом я покупкой доволен. В магазинах она сейчас на момент съемки видео стоит 7 тысяч, мне удалось купить за 3 500, поэтому пользуюсь и радуюсь, чего и вам желаю, если у вас есть такой же агрегат. Всем спасибо за просмотр обзора, пишите, делитесь впечатлениями.